Здравствуйте! В студии Анна Марченко вы смотрите программу «Родительское собрание». Повысить качество образования, его доступность, поддерживать и развивать таланты каждого ребенка, сохранять здоровье школьников. Так, коротко можно обозначить цели внедрения нового федерального образовательного стандарта. Именно о нем мы поговорим в этом выпуске. Что такое федеральный образовательный стандарт? Как к нему относятся родители и специалисты? Об этом мы побеседуем с гостями нашей рубрики «Разговор по душам». Внеурочная деятельность в школе. Какие виды занятий она в себя включает? Об этом вы узнаете из рубрики «Учимся интересно». Какие изменения ждут школу? Что новый стандарт внесет в процесс образования детей? Расскажет рубрика «Школа родителей». Школьники, как всегда, расскажут свое толкование слов в рубрике «Говорят дети». В Российской Федерации происходит модернизация системы образования. С сентября 2011 года по новым стандартам обучаются все первоклассники. А в дальнейшем перемены ждут и основную школу. В чем же отличие новых стандартов? Усложнится ли жизнь школьников, педагогов и родителей? Расскажем в нашем сюжете. Федеральный государственно-образовательный стандарт. Многие ошибочно понимают его как нечто, касающееся только базового учебного плана, названия предметов или количества часов. А все потому, что стандарт традиционно воспринимался как минимум знаний по тому или иному предмету. Так и было в советской школе, когда всех детей учили по одной программе. Новый же стандарт предполагает индивидуальное обучение. Педагог должен подстроить программу обучения по предмету под особенности личности каждого школьника. На мой взгляд, появление вот такого документа, где официально закреплены такие позиции, это веяние времени, это требование времени. И бояться этих новых стандартов совершенно не нужно. Потому что этот документ очень четко определил, к какому ориентиру, к какой цели должен идти учитель вместе с ребенком, для того, чтобы выпустить из школы не заумника, не выученную беспомощность, а человека, который всю свою жизнь может и, самое главное, хочет учиться. Новый образовательный стандарт зафиксировала обязательства школы. По окончании начальной ступени обучения с 1 по 4 класс, ребенок должен достичь определенных результатов не только в предметных областях, как это было раньше, а также метапредметных и личностных результатов. Другими словами, школьник должен не просто владеть знаниями, а уметь успешно применять их на практике. И в этом смысле главный ресурс нового стандарта – педагоги. Именно они должны овладеть навыками работы в условиях новой школы. Для этого в Сургуте созданы и работают стажерские площадки для учителей начальной школы. Те результаты, которых мы достигли в области организации учебного процесса, в деятельности конкретных педагогов, в результатах детей, позволили нам предложить себя в качестве стажерской площадки для педагогов города. Профессия учителя предполагает постоянное совершенствование в области предмета, которые он преподает, во владение новейшими методами и технологиями в обучении. По закону об образовании нашей страны каждые пять лет педагоги должны проходить курсы повышения квалификации. На стажерских площадках сургутских педагогов учат работать в новых условиях, в том числе и по системе развивающего обучения. Мне на вот этих курсах повышения квалификации все нравится, потому что как будто глоток свежего воздуха. Мы занимаемся здесь и теорией, и практикой. Нам показывают и уроки, и читают лекции достаточно известные люди. В общем, все направлено на то, чтобы мы учили хорошо наших маленьких учеников. Процесс внедрения новых стандартов начался. О результатах этой деятельности станет известно позже. А пока первоклассники с интересом слушают учителя, получают знания и еще не догадываются, что оказались в самом центре серьезного нововведения. Федеральный государственный образовательный стандарт – это общественный договор, который возлагает ответственность на государство, образовательное учреждение и родители за образование и воспитание детей. Меняется образовательная программа, результаты обучения, а также роль мам и пап. Обо всем этом мы сегодня поговорим в нашей следующей рубрике. Итак, чего же ждать от новых стандартов? Сегодня у нас в студии Анна Томазова, заместитель директора Департамента образования администрации города Сургута, а также Илона Мызгина, мама двоих детей, которая входит в состав Совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов. И начну с вопроса Анне Николаевне. Расскажите, пожалуйста, в чем же принципиальное отличие нового стандарта? Стандарт сегодня общего образования представляет собой, как его еще называют, 3Т – требования к условиям, требования к результату и требования к содержанию. И вот требования к условиям как раз и предполагают, что условия эти обучения и воспитания должны быть комфортными, безопасными, соответствующими возрастным особенностям детей. А что касается непосредственно изменений в обучении, к чему сегодня должны быть готовы родители? Что нового появится в школе согласно ФГОС? Мы должны понимать, быть готовы к тем изменениям, которые произойдут также и в основной школе. Это изменение соотношения урочной и неурочной деятельности, это и акцент на проектной исследовательской деятельности. А главное, что на каждой из ступеней системообразующим становится программа духовно-нравственного воспитания и развития. Еще раз подчеркну, что самые главные результаты, которые должны быть сформированы, – это личностные качества. И в связи с этим, каждое из учреждений отрабатывает и специфику организации внеурочной деятельности, и реализацию программы духовно-нравственного воспитания, и особенности разработки и реализации программ по социализации в основной школе. Илона Олеговна, а чем вызвано Ваше столь пристальное внимание к введению новых стандартов? Интересно ли Вам было вникать в тонкости? Ведь не каждый родитель сегодня готов так скрупулезно знакомиться с ФГОС. Вы знаете, мне это было очень интересно, потому что те сведения и знания, которые я почерпнула из интернета, допустим, из разговоров со знакомыми, они, в общем-то, меня только настораживали. И только когда я действительно окунулась в сам процесс, когда я увидела открытые уроки, когда я общалась с учителями, когда я принимала участие в работе самого Совета, я тогда только стала понимать, насколько люди вкладывают в это душу. И вот, Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, вот для нас с Вами тоже не секрет, что есть учителя-предметники. Что значит в моём понимании предметники, которые обожают свой предмет, великолепно его знают, считают его самым главным в жизни. Но вот Вы знаете парадокс? Как правило, вот эти именно предметы дети не очень любят и не очень знают, потому что всё-таки важно, чтобы педагог умел донести вот это до ребёнка, то есть рассказать ему так и заинтересовать именно предметом. Мне кажется, вот здесь как раз и случайные люди всё-таки уйдут, наверное, со временем из педагогики. Анна Николаевна, роль родителей в образовательном процессе стандарт расширил. Какие функции отданы сегодня мамам и папам? Очень важно понимать, что ответственность родители принимают не только за результаты, результаты, которые будут получены по освоению программ. Именно важна ответственность и роль родителей в выборе программы, в выборе той части учебного плана, в которой предоставлена возможность родителю заявить о тех предметах, о тех услугах, которые он может выбрать для своего ребёнка. Сегодня образовательная программа представляет себе не только учебный план, в котором перечислен перечень предметов для изучения, а и внеурочная деятельность, которая предполагает очень много различных форм. Причём формы, они развиваются, они предлагаются новые. И здесь тоже очень важна роль родителей вместе со школой определить, а какой оптимальный набор услуг должен быть, в чём больше предпочтения у ребёнка, в чём склонности и способности, интересы этого ребёнка, и как лучше выстроить каждому свой индивидуальный образовательный маршрут. А не будет ли в таком случае ребёнок чрезмерно загружен? Как Вы считаете, Илона Олеговна? Что касается загруженности ребёнка, вы знаете, дети были загружены всегда на самом деле. И это даже хорошо, я хочу сказать, когда у ребёнка много свободного времени, у него появляется масса ненужных мыслей, и масса совершенно ненужных действий. Поэтому если ребёнок загружен, ведь он же загружен, получается, позитивными процессами. Мне кажется, это очень важно. Ребёнок не просто грузится информацией, как это раньше было на уроках, а он познаёт, он двигается, он общается. То есть вот это непринуждённое общение, это очень интересно для ребёнка, они с удовольствием это делают. Я благодарю Вас за беседу. Конечно, в рамках короткого разговора рассказать об особенностях нового образовательного стандарта невозможно. Впрочем, Вы всегда можете воспользоваться открытыми интернет-источниками. На сайтах образовательных учреждений города предлагается информация о внедрении ФГОС. Также советую Вам зайти на страничку surviki.ru. Вспомните, пожалуйста, что Вы, дорогие родители, делали после уроков. Многие из Вас наверняка скорее бежали домой, чтобы потом встретиться с друзьями, заняться любимым делом или просто пойти погулять на свежем воздухе. Современные дети всё это могут делать в школе. Как, спросите Вы? А всё благодаря разнообразной внеурочной деятельности. Об этом наша следующая рубрика. Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, что ребёнок после уроков продолжает своё пребывание в школе в интересной для него форме с помощью игр, творческих мастерских, занятий спортом и искусством. Вся деятельность после уроков направляется на индивидуальное развитие личности школьника. Внеурочная деятельность, она должна обязательно быть по интересам детей. То есть, раз развивать личность, то это, соответственно, конечно же, надо спрашивать у ребёнка, что ему интересно и как ему это надо. То есть, наша задача, как образовательного учреждения, это заинтересовать детей, предложить им какие-то виды деятельности и заинтересовать. И дети уже тогда выбирают. Потому что сам федеральный государственный образовательный стандарт, в нём так и прописано, что ребёнок выбирает внеурочную деятельность по желанию. Такая форма работы – большой плюс для родителей. Школа может сегодня обеспечить занятость по многим направлениям. Главное – помочь малышу определиться с выбором дополнительных занятий. Здесь роль родителей очень важна, ведь, по сути, вы выстраиваете индивидуальный образовательный маршрут своего ребёнка. Вместе с чадом определяетесь с видом деятельности внеуроков, а также с их количеством. Но не переусердствуйте. Психологи советуют выбирать не более трёх видов деятельности. Вся внеурочная деятельность у нас реализуется во второй половине дня по определённым видам. Какие виды деятельности взяли? Ну, конечно же, мы взяли игровую деятельность. Это у нас идут подвижные игры на свежем воздухе. Это у нас идёт лечебная физическая культура с детками. Дальше, конечно, мы взяли и научно-познавательную деятельность. Это один из видов деятельности – это у нас проектная деятельность детей. Руки я беру, скобячок в карман залез, я живу в пресс. Эти первоклассники любимому делу отдаются целиком. Здесь практически каждый мечтает стать профессиональным исполнителем. Педагог такие стремления поддерживает. Главное, чтобы ребёнку было интересно. Из песни уже, из содержания песни, они сами инсценируют её, они сами выражают свои эмоции. Я считаю, что даже развивается эмоционально, развивается творчески. Дети с удовольствием посещают занятия. Лиза в будущем мечтает заниматься танцами. Поэтому при выборе занятий по внеурочной деятельности девочка даже не задумывалась. Конечно же, хореографическая студия. Я хожу на весёлый облучок. Мне это нравится, потому что мы тут занимаемся, мы танцуем, нам показывают новые движения, которые мы не знаем. И там очень много интересного. Мы в танцах узнаём, какие бывают танцы, какие не бывают. Для каждого ребёнка важно раскрыть свои способности и таланты. На дополнительных занятиях работа строится таким образом, чтобы педагог смог уделить внимание всем. Поэтому и группы набираются, как правило, с малым количеством человек. Здесь развиваются личностные качества, формируются нравственные ценности, опыт общения, понятия и восприятие культурных норм. Разумеется, эта терминология важна для педагогов и родителей. Дети же просто получают удовольствие. А значит, эта часть стандарта определённо удачная. И ещё мы там поём песни. Нам там весело. А ещё мы слушаем, как другие поют. Мне нравится ходить на пение, потому что, когда поёшь, много песен потом знаешь. Мне нравится ходить на весёлый карандаш. И на раз ступенька, два ступенька. И делать проекты. Это не уроки. Я не устаю. Федеральный государственный образовательный стандарт затронул пока только начальную школу. Впрочем, уже в скором времени перемены ждут и старшеклассников. Сегодня школы должны подготовиться к переходу на новые стандарты. Так, например, предполагаются изменения в системе оценивания знаний. Появляется такое понятие, как портрет выпускника. Всё это вызывает вопросы со стороны родителей. На некоторые из них мы постараемся дать ответ в нашей следующей рубрике. Не секрет, что наши дети достаточно много загружены и так, помимо всяких новых предметов, которые планируются ввести в этих вот, согласно новым стандартам. Поэтому очень бы хотелось узнать, будут ли дети разгружены или, наоборот, лишняя нагрузка появляется у ребёнка. Самое главное моё беспокойство – это как повлияет изменение стандартов на качество образования наших детей и как будут в дальнейшем оцениваться знания учащихся. Не потеряют ли они в знаниях. Так как мы знаем, что требования к результатам образовательных программ, они изменились. И больше акцент делается он на личностный рост ребёнка, нежели на предметный. И это лишь часть вопросов, которые родители сегодня задают и школе, и государству, и самим себе. Конечно, изменения в системе оценивания знаний настораживают. Будут ли знания по-прежнему оцениваться с отметками или без? Впрочем, такая безотметочная система успешно применяется в средней школе номер 25. Учёба без отметок не предполагает учёбу без оцениваний. Работы оцениваются, но наше оценивание резко отличается от отметок 1, 2, 3, 4, 5, потому что к любой работе выставляются какие-то критерии. Работа не происходит без оцениваний. Оценивается любая работа. Сейчас в последние три года мы используем процентную систему в старших классах. И каждый ребёнок сам себя сначала оценивает, потом, только после того, как он считает нужным, отдаёт работу для оценивания учителю. Главное, что школьник может объективно оценить свои знания и при необходимости попросить у учителя помощи или консультации по предмету. Родитель также видит уровень знания своего чада. Он может скорректировать вместе с педагогом программу обучения своего ребёнка. К тому же такая накопительная система позволяет школьнику подготовиться к оценке своих знаний и в других формах, таких как ЕГЭ, других конкурсных испытаний ВУЗ, где учитывается процент выполненных заданий и умение применять знания на практике. Ещё одна из задач — оценить достижения метапредметных результатов, умение учащихся работать в группе, применять знания из разных областей. В её основе ещё и коллективно распределённый вид деятельности. То есть у нас дети уже с первого класса учат общаться друг с другом, учат распределять роли, кто что за что отвечает, учатся выступать. Плюс ещё сюда включается контрольно-оценочная деятельность. То есть ребёнок не только сам себя может оценить, но и ответ другого. А это очень здорово, когда вот мы учим детей уже аргументировать свои высказывания, свои суждения. Особенностью образовательного процесса в формате нового стандарта являются разнообразные групповые дискуссионные формы работы, в ходе которых дети открывают для себя основное содержание учебных предметов. Знания не даются детям в виде готовых правил, аксиом, схем. Я вам предлагаю сейчас выполнить групповую работу. Давайте вспомним, как работаем в группе. Тихо, шёпотом. На уроке школьники занимаются поиском ответов на поставленные вопросы. Самостоятельно решают проблемы, которые заявляет учитель. Дети не переутомляются, их память не перегружается многочисленными, но малосущественными сведениями. Я их уже с первого класса учу работе с научным текстом. Это не просто, как было раньше, прочитать и ответить на те вопросы. А мы стараемся научить их точно определить, допустим, то место, которое нам сейчас нужно будет для работы. Это не зубрёжка, это не заучивание. В результате освоения программ федерального образовательного стандарта школьники в состоянии аргументированно отстаивать свою точку зрения, учитывать позицию другого, не принимать информацию на веру, а требовать доказательств и объяснений. У них формируется осознанный подход к изучению различных дисциплин. И обучение должно быть организовано на другом качественном уровне. Что лучше всего могут делать дети? Они, как никто, могут удивлять взрослых. Например, тем, как они дают определение словам, рассказывают о различных понятиях. Сегодня мы попросили наших маленьких экспертов порассуждать на тему новинок. Говорят дети. Новинки. Я думаю, что это когда появляется что-то новое, когда ещё ничего такого не видели. В школе, я думаю, что бывают новые парты, например, или новые стулья, ну, что-то новое из магазина. Я так понимаю слово новинки. Новинки года, новинки месяца. Новинками может в школе быть новые знания. Могут быть новые парты, доска, стулья. Стол. Учительница может быть новая. Наша программа подошла к концу. И на прощание хочу привести фразу Дмитрия Менделеева. Когда-то великий учёный сказал, что школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государства. С вами была Анна Марченко. До встречи на родительском собрании. Редактор субтитров А.Семкин